всем привет в сегодняшнем видео это снова обзор моих растений а именно фаленопсисов их осталось мне 19 вам показать и я решила всех собрать в одну кучу как бы в этом видео для того чтобы вы увидели что же с ними происходит и так перед вами сейчас красотка белина red которая снова расцвела пустив новый цветонос он развивался у нее на этот раз быстрее не так долго как в прошлый раз старый цветонос она отсушила активно снова начала наращивать корнем активно вырастила лист вы видели какого роста он уже ну и опять растет еще один центральный красивый листик они у нее постоянно волнистые я уже на это не обращаю внимание видимо все таки ей так нравится либо это такая особенность сорта ну а мне конечно же нравится ее аромат просто обалденный на всю комнату может не пахнет но при приближении кого с моим вот этим цветам я уже начинаю его слышать очень классная орхидея рекомендую следующая красотка была куплена взамен сапфира который я продала это блустар очень красивый должен быть цветок я пока цветение его вживую никогда не видела решила купить в одной из групп украинской у нины павловой в общем растение растет очень хорошо очень быстро адаптировалась я бы сказала посажена в архиату с самхом как обычно мы делаем стандартную посадку в такой вот с отверстиями вазончик корешки очень активно также начала нарастить ну и посмотрим как же дальше себя проявит когда наконец-то покажется цветонос но и какими бы уже будут цветы если не понравится снова значит продам вот эта красотка была куплена в группе в кишиневе тоже очень красивые пятнистые вот такие листики у нее мне понравились ну и сам цветочек такой нежный розовенький будет буду очень ждать с нетерпением ее цветения она также активно начала растить корни очень хорошо растила свои листья корни как всегда вы видите у фаленопсисов стараются выбегать из горшка но и возвращаются обратно здесь у нас как стандартно принято ушли ряны с гигантеи это кросс у них бывает такого шляна особенно когда один лист растет один она обязательно съедает нижний сначала она держала эти листья я радовалась тому что так и есть здорово но вот сейчас буквально пару дней как он уже такого вот нехорошего вида так скажем когда он совсем высохнет я его уберу пока не трогаю буквально как один день распускается вот так цветочек специоза blue grey который я купила у одного из английских продавцов ну а потом в одном из обзоров светланы я увидела что оказывается есть и у швертер жаль не видела так как у швертер намного дешевле я купила его немного дороже ну что ж уже буду выращивать потому как очень классный цветок я его долго искала очень долго хотела его приобрести в свою коллекцию и у меня получилось растет он также еще один цветонос вы можете видеть листья у него были не очень в хорошем состоянии когда он пришел практически был без корней но на сегодняшний день мы растим очень хорошо корр корневую систему вы можете это видеть листочки у нас обновляются вот этот листик она но это растение само пришло с таким листиком и везде как вы видите не очень хороший я считаю что это как раз и есть недостаток кальция и магния вот здесь свернутый лист он тоже так был вывернут поэтому я его не стала трогать следующий листик который уже подрос в моих условиях он более-менее ровного цвета и я надеюсь на последующие такие же листья корешки есть в озоне что конечно же радует значит растение адаптировалась значит у него все нравится ну а дальше будем ждать уже пышного цветения не только одного двух бутонов один бутон кстати я сломала представляет цветы ну и красавец мой тетрадь без кто помнит его который был окрашен белый порошок от вредителей я прямо из мазюкала его всего он у меня где-то около двух трех месяцев таким находился ну а на сегодняшний день как вы видите он растит корешки все у него хорошо стоит боком так скажем к солнышку и у него одна сторона активнее листьев растет чем другая пока меня все устраивает устраивает все почему потому как он растет не погиб его не съели насекомые вредители но и конечно же я буду дальше за ним наблюдать и ждать его скорого цветения потому как это взрослое растение оно у меня цвело фотографию вы могли видеть следующее растение которое хочу показать это мой эксклюзив что называется он мне очень нравится своими листьями глянцевыми такими переливающимися салатовыми очень красивое растение я купила его совсем маленьким но за последний год он отлично вырос и конечно же я не ожидала когда развернула его у нас цветонос ура мы увидим эти красивые цветы что меня очень поражает это то что он реально активно растет это red sun queen на summer blue очень хочу увидеть эти цветы какими же они будут родители как вы видите гибриды да очень красивые посмотрим корешки активно растут посадила я сразу в смешанный субстрат вот здесь вылез и прилип как-то один из корешков но я его оторвала и он вот так испортился остальные корни пока в порядке стараюсь поменьше их дергать сейчас особенно когда у них идут цветоносы растим также центральный лист конечно же это радует и вот у него вот эта волнистость тоже есть как и убилины значит есть наверное она там где-то в роду вот этого красавца я купила у швертер была распаковка этого растения растение пришло тоже с плохим тургором практически без корней но и на сегодняшний день мы растим еще один листик центральный и у наконец-то у нас раскуклились все корешки ну и растут новые от стволика что конечно же радует значит растению все нравится листик вот такой длинный был изначально я его не трогала конечно же просто подперла чтобы он не сильно висел если нижний листик станет желтым и естественно я его уберу жарить мы их не будем это пульчерима которая детка была когда-то она у меня отделена была от материнского растения его я продала но а вот эта красотка очень медленно очень тяжело и очень туго растет ну и что вы видите перед вами еще две детки у нее растут куча корней но цвести как вы можете понять она и не собирается вот этот листик я уже надломила думаю что ей мешает но оставила часть думаю сама отсушит может быть съест она его вот так вот хранит не знаю для чего детка вылезла прямо снизу и мне пришлось и немножко раскапывать для того чтобы она не гнила и конечно же посадка была вот такая у нас я бы сказал экспериментальная я сделала немножко дренажа из керамзита круглого потом идет мох и только потом только два раз пенопласта как вы можете видеть наверное ей понравилась эта посадка потому как влажности более чем достаточно ну а дальше уже ждем ее цветение следующее это конечно красивое растение еще одно пульчерима с другими цветочками очень она активно растит свои корни очень хорошо простила сначала листья потом она затормозила в росте на сегодняшний день вы можете видеть ее состояние тоже вроде бы растет не знаю цветение пока они не покажут мне я так думаю что мне придется и их переставлять для того чтобы им дать больше солнца в лампах и под лампами вернее их мне нравится расти поэтому буду менять им местоположение посмотрим либо им надо просто подрасти до более взрослого состояния для того чтобы вот зацвести либо менять условия но корни у нас растут как вы видите просто замечательно будем смотреть наблюдать и экспериментировать следующее растение это маленькая joy fairy tail которая купила тоже у нины павловой очень не захотелось новое растение я свою первую продала которая цвела очень красиво и пышно ну и когда увидела в продаже не удержалась решила взять вот эту малютку она тоже очень быстренько пришла в себя очень хорошо начала растить корни смешанный субстрат как обычно мы делаем для фаленопсисов также есть осмокот у многих из них растение находится вдали от окошка у него по большей частью там от ламп падает свет ну и как вы можете видеть хорошо растет значит и все нравится ну и архиата не можете не нравится я бы так сказала потому как в архиате я смотрю все фаленопсисы хорошо растут даже котлеи тоже ну и вот эта красавица которая получила я от люки это билина саурулия или каурулия на самараблу которого я купила с повреждениями на стволе сейчас вы можете видеть его красивые листья они уже пришли в себя у них хороший тургор у них у самого растения имею ввиду пошли корешки раскуклились даже те которые там внутри я подкопала немножко посмотрела слава богу от ствола также идет корешок значит со стволом все в порядке ну и что-то там намек на у нас на листик посмотрим как будет дальше расти как будет развиваться но и когда наконец-то зацветет листья хорошие сейчас говорю еще раз потому как когда оно пришло на немножко вялая было тоже глянцевые листики пока корешки до стенок еще не доросли очень жду буду смотреть наблюдать здесь есть присутствует немножко кокосовое волокно ну и есть посадки даже чипсы это я уже тоже экспериментировала когда получила чипсы кокосовые совсем немножко буквально достопала серединке и сверху корешок растет листик появился значит все замечательно ждем ну и моя красавица которая когда-то у меня цвела это стюартиана вар нобелис мс она у меня процвела по моему позапрошлом году потом я ее пересадила ей не нравилась сухая посадка абсолютно а вот так вот в таких вот условиях ей больше нравится она очень активно растит корни вы можете видеть их очень много в вазоне там по большей части пенопласт потом кора кора не археата и керамзит и вот совсем недавно пару недель назад буквально я увидела у нее цветонос конечно же это не может не радовать я очень жду ее цветение она сейчас находится у меня очень близко к лампе лампа активная и я надеюсь что она не сильно горит как вы можете видеть у нее уже даже багряные стали листья пока дождусь цветов а там переставлю чтобы видеть ее поближе тоже очень красивые цветы и насколько я помню по моему даже были ароматные вот эта красотка поедет по весне у нас в россию я ее купила в подарок тоже красивые корешки у нее это куплено от люки сидерия джапоника моя все еще не цветет я все ее жду жду она уже очень большая вот решила я прикупить и посмотреть на размер взрослого растения от люки как вы можете видеть растение совсем не взрослая я бы сказала даже миниатюрная маленькая но корни у нее пошли расти очень активно хотя она пришла с абсолютно черной вот такой прямо черный таким черным вернее стволом я так думаю что скорее всего ее обрабатывали и поэтому она оказалась такой гнилой что ли а на данный момент как вы видите она растет очень активно у нее и листик там где-то появился но и корешки значит все с ней в порядке люки прислал хорошее растение большое ему спасибо не разочаровал единственное зачарование конечно это размер должна была быть взрослым но опять же у кого-то растет и в таком цветет вернее в таком размере следующее растение это красавец был маленьким маленьким росточком следующим растением которое я сейчас покажу посадила я его обмотав полностью в мох сверху просто кинула немножко керамзита и вы видите у нас уже есть корешок значит растение растет и с ним все будет хорошо это тоже как бы такой эксперимент у меня я думала сначала его вообще выбросить это посчитала зачем выбрасывать если можно просто посадить и понаблюдать очень маленькое растение как будто только из фласки вот это с ним приехал это растение фаленопсис белина вариация каурулия она пришла у меня он из польши ну и когда я увидела его вот это растение такое само маленькое по себе и рядом с ним еще одно честно говоря думала что это его дочерние но на самом деле как оказалось она отдельно там было поэтому я теперь не знаю то ли она тоже вариация сурули то ли она просто какой-то другой фаленопсис попал случайно в вазон этот красавец пришел у меня уже с зачатком цветоноса я наконец-то уже наблюдают то что он начинает расти но значит можем скорее в скором времени увидеть его цветение вот этот красавец был куплен очень давно я бы сказала линдон голд ринг был куплен у орхид сила тогда пришло ко мне два растения одно из растений погибло тогда было белина у меня по-моему еще одна как раз соорулия который я очень хотела она погибла буквально через какое-то время а вот этого мне удалось таки спасти она была проверена на вирусы чистая но растет очень медленно и очень с таким треском я бы сказала вы можете видеть на сегодняшний день у нас наконец-то начали вытягиваться листья наконец-то она адаптировалась посажена вот так в корзинку в чистый мох растет с корешками уже все нормально я надеюсь на ее цветение пусть не в этом году не в следующем но когда-нибудь главное пусть растет и крепнет вот эта красотка я купила вообще случайно девочка заказала у швертер фаленопсис джованника dark red но я решила купить себе тоже в общем купили мы два растения одно у нее одно у меня теперь мы наблюдаем как они растут моя развивается неплохо я бы сказала тоже растет в чистом мхе просто в корзинке поливается раз в неделю впрочем как и все остальные мои растения я их сильно не балую хорошо растет корни но и у нее как-то подросли даже сильно листья я бы сказала хотят джованника насколько я знаю должна быть очень крошечным растением посмотрим что же будет дальше и моя первая печаль к это красавец вот этот ой dragon 3 игл он тоже пришел у меня от орхидз юа и честно говоря я с ним все еще воюю он никак не хочет расти у меня уже снова в мыслях перенести его в другую посадку потому как он ну никак не развивается то растет корешок то закукливается то растет что-то там листик опять затормозил в росте но не туда и не сюда пока он здесь на блоке пробовала я разные посадки на этот раз я ему просто сделаю посадку в обычный горшочек в стаканчик ну и только в мох ну и буду за ним снова наблюдать как он будет дальше развиваться ну и вторая моя печаль к это дэвид лим которого я залила который после обработки от вредителей потерял свой основной так скажем ствол свои корни и на сегодняшний день он у меня выглядит вот таким образом два месяца он у меня стоял листьями в воде не показывалось никакого корешка не знаю как у девочек так растут они быстро и активно в такой системе в моих условиях вы видите не вышло поэтому я решила переделать систему конечно многое зависит от самого растения они от системы и не от посада которую мы выбираем но все же помочь растению как-то нужно здесь будет всегда водичка я буду стараться и удаливать это вроде как мини теплички желайте нам удачи надеюсь что у нас все получится и я не потеряю это растение вот такие были последние фаленопсисы в моей коллекции их 19 добавилась сюда ну и дальше будем смотреть как что будет нас расти и развиваться всем пока пока удачи крепкого здоровья берегите себя и своих близких